Световой фонтан и дерево счастья набережной Новочебоксарска продолжает преображаться. Сейчас там благоустраивают будущий бульвар Шевницына, который станет продолжением набережной. В городе Спутники с рабочим визитом побывал глава Чувашия Михаил Игнатьев. Набережная в Новочебоксарске набирает популярность. В хорошую погоду здесь и в шахматы играют, и бегают, и просто прогуливаются с детьми. Стало очень красиво, здесь очень приятно гулять, здесь чисто. И даже с детьми на самокатах, на велосипедах здесь гулять очень удобно. Мы специально сегодня выходной приехали сюда провести время. Велосипедные, асфальтовые и брусчатые пешеходные дорожки увеличились почти в два раза. Продлили и сеть уличных фонарей. Продолжение набережной на общественных обсуждениях решили назвать в честь известного земляка. У нас вот сквер Шевницына, это как продолжение Верхневолжской набережной. Здесь у нас выделено 11 миллионов рублей. Шевницына, это основатель, руководитель ГИПОМО, уважаемый человек в городе. Благодаря ему у нас построен не только химпром, но и вся инфраструктура практически. Школы, больницы, садики, жилые дома. И поэтому горожане решили увековечить память Шевницына. В сквере расположился и зимний световой фонтан. Сейчас завершаются монтажные работы. Вокруг него скамейки и беседка в греческом стиле. Еще несколько лет назад на этом месте рос сорняк. И от этого земля стала сухой и неплодородной. Для благоустройства надо чернозем завозить. Это на глине потом газонная трава, она высохнет. Она не будет плодородные слои обеспечивать для травы. Здесь я сколько раз говорил, вот здесь более-менее сейчас создали. Осталось там газонокосилки, как в футбольном поле косить. И здесь то же самое. Потому что это надо сейчас вот убрать сантиметров 10-15 и по новой стелить. Это сейчас вот дополнительная работа появляется. Стройка не мешает велосипедистам и тем, кто начинает день активно. Утренняя пробежка. Готовлюсь к свадьбе, в отпуске пока. Поэтому пока вот бегаю по набережной, по роще. Комфортно, да. Достаточно, что в роще, что на набережной. Ельниковская роща тоже обновилась. Здесь уложили асфальтовые тротуары, добавили скамейки. Для поклонников активного отдыха, спорта и здорового образа жизни обустроили вторую спортплощадку, где можно сыграть партию в настольный теннис или потренировать мышцы. Сегодня специально уж обошла весь лесок наш и решила найти вот этот участок. Есть чем хоть заняться, а то во дворах-то нет такого. Здесь пришел свежий воздух, чистота. Площадки чистые, убранные. Мусор, тут как бы люди с собой все равно следят. Приятно заниматься. Преобразилась и аллея славы. Так комплексно и масштабно к благоустройству города химиков никогда ранее не подходили. Сумма, выделенная из республиканского бюджета на формирование комфортной городской среды, превышает 36 миллионов. По факту мы сделали за последние 4 года 115 дворовых территорий. В этом году реально мы благоустроим 27 дворовых территорий. Если взять и оценить оставшиеся дворовые территории, за 3 года, 2020-21-2022 года Новочебоксарск полностью будет благоустроен по дворовым территориям и по подъездным путям. Вот это хороший результат нашей совместной деятельности. Новочебоксарск продолжает готовиться и к отопительному сезону. Близится к завершению ремонта тепловых сетей по проспекту 10-й Пятилетки. Магистраль родом из 70-х, видела капремонт 12 лет назад. В прошлом году зимой дважды давала сбой. А она питает 6 детских садов, 2 школы и 44 дома. По сути, треть города. Работы ведутся в графике. Трубы поставляются о Чебоксарский трубный завод, который находится на территории Новочебоксарска. И хотелось бы обратиться к жителям. Есть долги за жилищно-коммунальное хозяйство, поэтому мы просим погасить задолженность. Это гарантия успешного вхождения в отопительный сезон. Стальные трубы меняют на современные пенополиуретановые. При этом работы не нарушили циркуляцию горячего водоснабжения. И в домах не было отключений. Подрядчику теплогрупп до конца сентября предстоит заменить еще 140 погонных метров трассы, засыпать котлован и обустроить территорию. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.